Понимаете, светлая память — это и есть то, для чего человек живёт. Вот зачем нужен наставник? Что я делал там на плите, на которую положили крест вместе с Иисусом Христом? Что я там делал, когда наклонился? Я вспоминал эту Личность, я пытался его почувствовать, понять. Я устанавливал с ним отношения, кланялся ему. Когда человек кланяется кому-то, он чище и чище видит объект. А когда человек объект увидел, он его начинает верить, потому что он видит эту чистоту, эту красоту. Он думает, Господи, спасибо тебе, благодарен за знание. Что такое отношение со старшим? Означает светлая память о нём. Нужно кланяясь, достигнуть видения человека, его чистоты. Когда ты видишь чистоту человека, тогда ты способен понять его связь с Богом. А это и есть то, что нужно понять. Только через чистоту можно понять связь с Богом. И когда ты чистоту в старшем видишь, ты также можешь эту чистоту увидеть и в своём муже. Потому что по аналогии. Кланяться нужно чистоте в ребёнке, а не его детству. Потому что в каждом человеке есть представительство Бога. Если ты Бога чувствуешь в человеке, то нет такого препятствия, которое бы ты не мог преодолеть. Потому что именно Бог даёт тебе испытания через людей. Но это знание в тот момент, когда испытания приходят, выходит из сердца. Боль разрушает разум. Когда человеку больно становится, он уже не понимает ничего. Что правильно, что нет. Ему нужен старший, чтобы опять дать ему любовь, и он отрезвел. Энергия любви отрезвляет человека, и он начинает терпеть, принимать. Даже если это кажется невозможно. Да невозможно с этим человеком жить. Я всё равно хочу его бросить, Олег Геннадьевич. Не важно, что ты хочешь. Важно, что ты бросить никого не сможешь. Это раз. Потому что в этом мире люди не могут друг друга бросить. Отношения остаются навсегда. Даже если и другие отношения. Они остаются навсегда. И мучить будут тебя через эти отношения. Всё, что там не сделал неправильно, ты здесь будешь отвечать за это. Но если ты светлую память оставил о тех отношениях, ты страдать за них уже никогда не будешь. А благословение в новые отношения получишь обязательно. Значит, можно бросать Олега Геннадьевича. Такой анекдот. В реанимации человек лежит, к доктору подходит. Он лежит, доктор к ним подходит. И он такой весь измученный такой. «Доктор, а я жить-то буду?» Доктор посмотрел на него сострадательный год. «Я бы вам не советовал». Ну это ответ на вот этот вопрос. Обросать можно? Я бы вам не советовал. Потому что жить будете, как тот в реанимации. Это докторское сострадание. Он что делал? Ну ладно, мои хорошие. Наверное, я не буду больше вас мучить. Но разрешу вам задавать вопросы только по этой теме. Потому что у вас здесь... «Избранный народ» означает «очень разумный». А «очень разумный» означает «вопросы» и имеет широкий диапазон. Начиная от кошек, заканчивая мировой революцией. Поэтому давайте по теме, пожалуйста. «Избранный народ». По теме? Давайте, да. Вы его слышите все? Есть микрофон второй? Организаторы? Второй микрофон. Не надо. Просто зачем напрягаться? Сейчас у нас есть же микрофон. У нас же хорошие организаторы. Они все знают, что нужно. Мы сейчас будем с вами общаться, потому что беседа, общение – это одна из частей развития отношений. Не только я говорю вам, мы просто выясняем. Мы любим друг друга, значит, отношения. Друга вы включите его. Включай, говори. А, все, все. В семье получается, что мужчина духовный лидер, а женщина – это только хранение. Не всегда бывает. Бывает чаще всего, женщина – духовный лидер, а мужчина является тормозом. Мужчина, если не развит, что может сделать женщина? От мужчины вопрос, да? Для женщины? Теперь тот же самый вопрос, потому что вопрос от мужчины для женщины не принимается в моем сердце. Какая женщина из вас готова задать этот вопрос? Задайте от женщины, сейчас женщина задаст этот вопрос. Что я могу сделать? Мой муж начал больше не заплатить за полный лидер. И от женщины вопрос. Что я могу сделать? Она задала вопрос. Чтоб мой муж больше развивался в духовной жизни и занимался. Вы готовы слышать ответ женщины? Вам придется сейчас дышать глубоко. Готовы? Потому что дышать глубоко не всегда люди готовы. Иногда в горку не хочется, хочется с горы. Так дышите глубоко. Первое, что вы должны сделать? Вы должны принять его таким, какой он есть, без всякого духовного развития. Вдохнули один раз глубоко? Давайте, давайте, отдыхайте чужую. Вот, давайте. Так. Знайте, что только любовь меняет человека. Первая стадия любви принятия. Чтобы принять человека, нужно сильно молиться Богу. Потому что только Бог на это может дать силы. Теперь сейчас второй раз вы вздохнете. Знайте, что ваше желание его духовного развития является самым большим эгоизмом, который только есть в вашей жизни. Потому что вы хотите через него получать самое лучшее счастье, которое только бывает в этом мире. Потому что, когда мужчина духовно развит, больше счастья для женщины не бывает. И поэтому вы и хотите его духовного развития. Потому что вы хотите этого своего счастья. Потому что женщины в благости, они знают, где настоящее счастье. В духовном развитии мужа. Поэтому они, корысть их тоже в благости. Итак, вы должны отказаться от корысти в благости. Вы должны сказать Богу. Мой Господь, я сначала приняла своего мужа. А теперь я тебе заявляю, что как ты считаешь. Если ты считаешь, что он должен всегда оставаться неразвитым, я буду жить с ним и развиваться для тебя духовно рядом с этим человеком. Такова моя жертва по отношению к тебе. То есть духовная энергия потечет тогда от вас к нему. То есть до этого вы тянули из него эту энергию, а теперь она от вас к нему потечет. Вы сначала остановили поток негатива, который тек от него, тем, что вы приняли его. Любовь остановила, ваша любовь остановила поток негатива. А теперь вы сказали судьбе, я буду жить с тем, кого ты мне дал. Спасибо тебе за то, что ты мне дал. Слава Богу, чтоб грязь не втоптал. Дал человека, а то я мог бы один остаться или одна. Вот кого дал, того и слава Богу. Я с человеком развиваюсь, один нет. Развитие означает страдание. Мои хорошие, крест-то несет каждый. Не думать, только он один понес. Просто крестики бывают разной величины. У кого-то маленькие, я должен лагу нести. И не хочу. А у кого-то большой, на весь мир. Вот и вся разница. А нести-то придется каждому, и каждому придется на нему быть распятым. Означает принять судьбу. То есть, что значит принять судьбу? Означает быть распятым на своем кресте. Вот Бог дал и живи. И счастье наступает после этого. Когда человек принял, счастье наступает. Счастье наступает тогда, когда тот, кто дает страдания, он дает и счастье. Говорит, молодец ты мой огурчик. И счастье из сердца исходит. Потому что счастье приходит от Бога и сердца, как из страдания. У нас мы не обладатели счастья. Он просто контролирует время, понимаете? А я его не контролирую. Когда человек любит кого-то, у него время течет бесконечно. Итак, это только две стадии мы прошли с вами. Вы два раза уже вдохнули-выдохнули глубоко. Сейчас третий раз. Третий раз, может, не сможете даже. Потому что это труднопонимаемо. Когда вы это все сделаете, вы примите его раз и скажете Богу, что вот буду жить с тем, с кем дашь. Пускай он будет вообще невеждой. Когда вы эти две стадии пройдете, женщина, тогда сразу же он начнет меняться. Но очень медленно. это еще не вдох-выдох. Вдох-выдох сейчас будет. А вот когда он начнет меняться очень медленно, и вы ему скажете, что, и вы ему расскажете все, что вы для этого сделали, тогда он меняться перестанет. вдохните-выдохните опять. Вам придется это все скрыть. А вот если три раза вы это вздохнули, выдохнули, тогда у вас есть полная гарантия, что ваш муж разовьется духовно. Полная гарантия. Нет никаких шансов, чтобы он не развился. Если пройдете три стадии, нет проблем. Получите святого мужа. Это мое обещание вам. И святости в вашем муже нет только по той причине, что вы сами этого не хотите. Потому что муж является просто олицетворением вашей собственной судьбы. И все. И больше там ничего нет. Все очень банально. Но понять это очень сложно.